Новое направление авиарейсов появится этим летом для жителей Ненецкого округа. Начиная с июня 2022 года, добраться до одного из излюбленных россиянами южных мест отдыха в Республику Крым станет намного проще. Подробности далее. 18 ноября между туристическими центрами Ненецкого округа и Республики Крым было заключено специальное соглашение. Благодаря ему у ежан появится возможность увидеть Арктику, а у наринмарцев отправиться в Крым напрямую, без пересадок. Самолет будет вылетать из аэропорта Наринмара, а приземляться уже в Симферополе. Особенно это будет удобно для семей с маленькими детьми, которые летят на море отдыхать. По нашим прогнозам, мы думаем, что рейс будет пользоваться большим спросом. И, скорее всего, наринмарцы будут рассматривать Крым как первое направление по России для отдыха с детьми в связи с появлением этого прямого рейса в Симферополь. Как нам сообщила Анастасия, более 60% их клиентов этим летом оформляли путевки в Крым. Причем это не только семьи с детьми. Людям более старшего возраста наверняка понравятся санатории и оздоровительные центры, которых на территории Республики Крым также предостаточно. А молодежь любит этот курорт за красивые пейзажи и необычные природные достопримечательности. Например, Надежда Селиванова ездит в Крым вот уже пять лет, и это ее любимое место отдыха. На самом деле очень много интересных мест, которые можно посетить. Крым вообще очень интересная такая территория. Очень много там исторических событий произошло. То есть и очень много памятников архитектуры и различных памятников природы. Соглашение – это хорошая новость не только для наринмарцев, но и для предпринимателей. При открытии прямого авиасообщения увеличивается и поток туристов, приезжающих к нам в регион. Ведь для многих Арктика – это мечта. Тундра, северные ягоды, олени и, конечно же, северное сияние и полярный день. А одно из экзотических развлечений, которые предлагает наш турцентр для приезжающих – один день в роли оленевода. Для округа вообще, в принципе, полезно развитие межрегионального сообщения, как транспортного, так и информационного. Потому что до недавнего времени все равно в основной поток туристов – это у нас Москва, Питер. Мы все-таки хотим расширять, так скажем, географию тех туристов, которые к нам приезжают. Подобные соглашения также заключены со Стридловской областью и Республикой Коми. А в планах – совместная работа с туристическими центрами Республики Татарстан и Архангельской области, чтобы о нашем маленьком, но красивом и самобытном регионе узнало как можно больше людей. Елизавета Кабанова, Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал Север.